Привет, друзья! Это канал Rufinand Sound, меня зовут Вова и сразу к делу! На прошлой неделе я говорил, что я сделаю несколько обзоров по поводу музыкальных приложений, точнее, приложений для музыкантов. Так вот, я решил с этим не задерживать и сделаю один обзор прямо сегодня. Приложение, которое будет сегодня в обзоре, называется Абсолютный слух, вы это, в принципе, по названию видео уже поняли. Выбрал я его не просто так, один из подписчиков как-то раз несколько месяцев, наверное, назад мне о нем написал. До этого я вообще абсолютно не знал про этот Абсолютный слух. Ну, короче, хватит болтать, давайте посмотрим. Так, значит, что у нас тут? Тренировка слуха, включающая в себя упражнения на слух, развитие навыка работы с интервалами, гаммами и аккордами. Исследовано на ноль, естественно, упражнения на ритм, так, бл-бл-бл. Упражнения, просто упражнения, упражнения в свободной форме, направленные на улучшение необходимых любому музыканту, навыков, теория. Здесь, кстати, дохрена теории и достижения, инструменты и звуки, ноль приложений. Что это значит? А, о приложении, конечно же, идиот. Значит, начнем с самого первого, тренировка слуха. И что у нас здесь будет? Введение в интервалы. Здесь, насколько я понимаю, огромное-огромное количество теории, огромное количество материала, которым нужно ознакомливаться путем прочтения, собственно, этого материала. Как видите, очень-очень много. Сразу хочу сказать, что здесь написано все не очень понятным языком, в плане того, что, ну, не стали запариваться насчет разговорности такой, и написали все просто как в учебнике. Поэтому, не знаю, возможно, немного скучновато это будет. Вот как, например, новичок поймет следующую фразу. Интервалы классифицируются по количественной ступеневой и качественной тоновой величине. Как вообще нахер это понять? Я только что открыл приложение. И что значит там ступеневая, количественная, качественная? Здесь все это обозначается. Да, хорошо. Количественная величина – это количество основных ступеней звукоряда. Ну, как, блядь, это понимать-то? Я только что вообще собрался музыкой заниматься, а вы мне уже такую хрень нагружаете. Я, конечно, понимаю, что у нас все дохрена критики, офигенные просто знатоки в музыке. Скажу немножко не по теме. Значит, недавно натыкался на один из уроков по вокалу. Мне просто интересно было это посмотреть. И там какая-то тетенька в комментариях написала какой-то небольшой гнев такой, что ли, о том, что она со своими учениками делает так-то, она со своими учениками делает совсем по-другому. И вообще она замечательный просто-таки профессор и глыба вокала. Я зашел к ней на канал и увидел, как она делает салатик какой-то. Я, конечно, не очень понимаю этого, когда человек что-то дико критикует и говорит, что он бы сделал круче, но не делает, а делает совсем какую-то полную херню. Ну, блин, ладно, не об этом, в общем. Ну и, как видите, здесь, кроме теории, огромного количества теорий, это только по интервалам было, есть словарь, в котором тоже куча всяческих обозначений. Все начинается вообще с интервалов, в принципе, и далее идут гаммы, аккорды, и все, в общем-то. Больше ничего знать и не нужно. Короче говоря, я немного полистал теорию. Здесь есть некоторые практические задания, определение аккордов и так далее. По той теории, которая здесь предоставлена, будет довольно-таки сложновато, и это займет очень большое количество времени. Я, конечно, понимаю, что музыка это, в принципе, вообще такая вещь, которая занимает большое количество времени, но все-таки то, каким языком здесь это все описано, наверное, стоило как-то это упростить. Это, по крайней мере, мое личное мнение все-таки. Возможно, вам так не покажется. Здесь есть другой вариант ответа вообще? Мы только что прошли небольшую проверку на знание интервалов, точнее, смогли определить, какой интервал больше, какой меньше. Это было очень легко, и я хочу сказать, что это гораздо интереснее, чем чтение огромного количества информации, которая здесь представлена, в том виде, в каком она здесь есть. Я не могу сказать ничего против, но когда я готовил первый урок по нотам, который у нас здесь на канале есть, я натыкался на несколько сайтов, которые представляли информацию гораздо проще и обычным, так сказать, человеческим языком, без какого-то большого количества странных и ненужных терминов. Теперь мы проверяем наш слух и умение петь. Возможно, в этом плане пение в унисон проверяется. Значит, что у нас тут происходит? Нам дается нота, и мы должны ее повторить в унисон. То есть, повторить ноту, в принципе, вообще в той же самой тональности, которая у нас звучит. Давайте посмотрим, как это происходит. Нихера себе. Вот так вот. Дурак, что ли? Ну, вот, как видите, мы прошли это испытание. Оно было довольно-таки тоже прикольным. Конечно, если у вас кто-то дома в это время находится, он, возможно, вас не очень поймет. Но эта тема действительно полезна для вокала, чтобы проверить свой слух, проверить, как ты можешь петь, попадать в ноты. И, кроме того, здесь показывается, насколько ты попал в ноту или не попал. Но был такой момент. Сначала, как обычно здесь происходит, нам воспроизвелась нота, которую нужно повторить. И когда я ее повторил, почему-то он сказал, что это не так. Хотя, ну, вроде как, я повторил ее довольно-таки точно. Возможно, было какое-то отклонение. Сейчас я посмотрю на видео, но мне почему-то кажется, что все мы правильно повторили. Я не знаю, почему так произошло. Ну и можно заметить, что здесь по поводу вокала есть некоторые другие упражнения, большие и малые секунды. Ну и, кроме того, некоторые из них можно купить. Мы этого делать, конечно, не будем. Все, что касается практики, здесь, я думаю, проработано довольно-таки неплохо. Проходим дальше. И у нас здесь упражнение на ритм. Так, что у нас здесь происходит? Введение в ритм. Ознакомься с теорией ритма, прежде чем начинать упражнение. Давайте ознакомимся. Ритм. И опять охренеть, какое количество теории пошло. В словаре мы можем прослушать типы нот относительно ритма. То есть, сколько тактов проходит, и как эта нота себя ведет во время какого-то такта. Если она половинная. Я думаю, сейчас должна быть жесть. Ну и, естественно, после прочтения всего этого Талмуда надо попрактиковаться как-то. Посмотрим, что у нас здесь будет. Значит, четверть и восьмая. Давайте накалибруем. Четверть и восьмая. Конечно, такое уже было. Таким образом мы проверяем и чувство ритма, и знание размеров нот. Это довольно-таки сложно, кстати говоря. Я несколько раз ошибался. Хотя и барабанщик, между прочим, должно быть стыдно. Опять же, здесь куча всяческих практических занятий по этому поводу. Диктовка ритма. Посмотрим, что это такое. Нужно записать услышанный ритмический рисунок на нотном стане. Но полностью проходить мы это не будем. Тоже довольно-таки интересно. Если вы уже изучили размеры нот и понимаете в ритме, то вам не составит труда в общем-то написать это нотами прямо здесь. То, что вы услышите. Что у нас является упражнениями вообще? Зайдем в чтение нот. Посмотрим просто, что это такое. Я не буду этим заниматься сейчас. Тренажер помогает развить беглое чтение нот с листа. Мы здесь должны выбрать диапазон нот, который будет использоваться в нашем упражнении. И, значит, после того, как мы выберем один из диапазонов, нам нужно будет повторить на клавиатуре ноту, которую сейчас приложение поставит вот сюда. Ну и так далее. Идем дальше. Тренировка слуха по нотам. Определите услышанную ноту, введите ее на клавиатуре. Здесь у нас еще сложнее. Мы должны будем ввести на клавиатуре ту ноту, которая сейчас прозвучит из приложения. Мне кажется, я не справлюсь с этим. Но быстрее же. Почему-то очень долго приходится ждать, когда переключаются эти ноты между собой. Никакой кнопки, чтобы это пропустить, как-то и дальше пойти здесь почему-то нет. Хотя в предыдущих упражнениях такая кнопочка почему-то была. В общем, насколько я понимаю, это длится бесконечность. 11 нот мы уже угадали. Я думаю, достаточно. Переходим дальше к тренировке слуха. Ой, тренировка слуха. Точнее, не то, чтобы тренировки слуха, а к пению. Определите услышанную ноту, то есть пойте ее в микрофон. Но это будет довольно-таки просто, мне кажется. Как видите, я справился. Насколько я понимаю, здесь можно указать настройках диапазона нот, октаву, в которой вы можете петь. Можете петь. Ну, пусть будет первая. Это самое... Точнее, здесь нужно убрать их. Давайте поставим только первую. Ну, дальше, дальше. Давай, переключай же. Ух ты, мать твою. Только не выше. Ну, что такое-то? Вы попали в ноту, но недостаточно точно. Ну, возможно. Ужасно выглядит это, на самом деле, со стороны. Иногда он очень долго определяет ноты. Очень долго определяет ноты, подонок. Ладно, в общем, не буду долго забавляться с этой херней. Что у нас здесь еще есть, кроме пения? Кстати, по пению хочу вот прям поставить, ну, четверку точно. Четверку точно, потому что иногда, во-первых, как мы видели, иногда он ноты опознает почему-то не так корректно, как должно быть. Возможно, это зависит от микрофона самого устройства, но я никогда вроде как не жаловался на него, поэтому пусть будет так. Короче, просто спишем это небольшие недостатки программы, но она неплохая, неплохая, я хочу сказать. Свой уровень пения можно действительно так улучшить, повторяя ноты, которые тебе предлагают. Здесь ничего против не имею. Гриф гитары. Тренажер спроектирован так, чтобы помочь улучшить ваше знание гитарного чего-то там. Вот посмотрите, опять же, в упражнениях есть гриф гитары. Почему упражнения? Бл***ь, какого хр***и происходит? В общем, объясню по-русски. Здесь прозвучит определенная нота, и мы должны эту ноту поставить на грифе гитарном, туда, где она, собственно, должна звучать. Но перед тем, как все это проверить, я решил посмотреть, а вообще здесь было обучение по поводу грифа гитары? Или же, может быть, я что-то пропустил? В общем, среди теорий, которая здесь была, я не нашел ничего касающегося гитарного грифа, и я не понимаю, в принципе, почему. Тем не менее, если вы играете на гитаре, возможно, вам это пригодится. Я не знаю, здесь большое количество платного материала, я не стал просматривать это точно. Возможно, есть что-то касающееся гитары. Простое упражнение, позволяющее улучшить знания кварта-квинтового круга. Нажимаю кнопочку начать, и видим огромное количество бемолей. Собственно, на этом мы можем и заканчивать. Вот такой небольшой обзор у нас сегодня получился, и какой итог можно подвести под нашим приложением. Повторюсь, что здесь было представлено большое количество теорий, но если вы вот совсем только-только начали заниматься музыкой и хотите быть грамотным во многих аспектах этого занятия, не могу сказать, что вам будет охренительно весело. Да, учеба — это не всегда весело, естественно, но написать можно было русским обычным языком, а не то, что мы там видим. В общем-то, это та самая скучная, сухая теория, которая преподается в большом количестве музыкальных школ. Но, с другой стороны, эта теория подкрепляется большим количеством упражнений, большим количеством практики, которая позволит вам, если вы уже действительно вникаете в то, что там было написано, это позволит вам свои знания подкрепить. Больше всего мне, в принципе, это упражнение в приложении понравилось. То, что ты можешь немножечко попеть, поупражняться в вокале, это тоже довольно-таки интересно, и это плюс. Поэтому это приложение я вам все-таки посоветую. Не могу, естественно, гарантированно сказать, что оно вам понравится, либо не понравится. Но, в любом случае, я думаю, время будет потрачено не зря, хотя вы просто потыкайте, посмотрите, почитайте и попойте. Это было первое видео такого формата. Если вы хотите увидеть что-то дополнительное, если я чего-то не сказал, а вы этого ждали, пожалуйста, напишите в комментариях, я действительно это учту, потому что видео еще будут выходить, и в них я буду как-то исправляться, если какие-то пожелания или предложения у вас будут. Опять же, если вы хотите увидеть в обзоре какое-то определенное приложение или программу, вы можете всегда написать об этом в комментариях или в группе ВКонтакте. В общем-то, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok